Мой совет Толе, с этим нужно поосторожней, потому что боец может тебе сказать что-нибудь такое, после чего тебе ничего не остается, кроме как ему просто право едать в челях. И это будет нонсенс. Я Толю защищаю не от зрителей, я Толю защищаю от бойцов. Когда в нашей стране вдруг кого-то ловят на допинге, мне это кажется вообще каким-то абсурдом. Подведите итоги сегодняшнего мероприятия. Там уже как было разделено. Вообще это мероприятие, которое идет уже 5 дней. Кубок России по кикбоксу, по открытой. Участники иностранцев, в том числе, в основном СНГ. И сегодня как бы гала. Гала финала, 4 финала, любители. Интересно, но честно говоря, просто профессионалов, но любители, которые в щитках, в шлемах, сложновато смотреть. Хотя они довольно высокого класса атлеты. И 5 боев, из которых меня каждый бой по-своему заставил кайфануть. Сначала был очень бескомпромиссный бой между Саратовцем и Ульяновцем. Да, класс был невысокий, но была прям драка-драка. Потом у нас подрались девочки. Ну, я могу сказать, девки редко такой высокий класс показывают где. Ну, то есть, прям вот на встречных курсах. Я думаю, что эти девочки, они через несколько лет могут в UFC драться, если какую-то еще ставку на борьбу сделать. Потому что класс именно на руках очень высокий. Вы вспомните, Джанна и Джечка, например, тоже так начинал. Потом Кадиев дрался с Варнацким. Здесь немножко бой разочаровал. Я просто от легковесов ожидал более быстрого поединка. Дальше сумасшедший бой. Пономарева с Жирикеевым. Этот бой нам достался по наследству от Урал-FC. Турнир, который отменился. И Ратмир попросил этот бой здесь поставить. Мы ни капли не пожалели. Там вступили в такое партнерство с Урал-FC. Офигенный бой получился, вот так скажу. В итоге дисквалификация с Жирикеевым. Но бой, который равнодушным не оставил. Такой на встречном курсе. Сюда нокдаун, туда нокдаун. Ну и главный бой вечера. За что, например, переживал я? Я думал, ага. Глухов. Первое переживание. Глухов отправит меня в нокаут. К примеру, это первое переживание. По первому раунду я понял, что это скорее всего не произойдет. Потому что Вова просто именно за счет скорости обыгрывал Глухова. Просто скорость вообще на другом уровне у Вова была. Объективно. Но и такого, чтобы Вова просто перещелкал костью и спокойно выиграл на технике, я тоже не хотел. Потому что хотелось бы какого-то зрелища. Вова, наверное, это тоже понимал. Все-таки местная публика. Потому что если вспомнить его бой с Ваней Штырковым, то Вова делал ровно столько, сколько нужно просто для победы. А здесь они все-таки подзарубились. Кровь пошла, рубка и так далее. Потому что Вован понимал, что местную публику нужно все-таки зажечь, не разочаровать, просто выиграв. И в целом это получилось. Друзья, в этой небольшой паузе хотим рассказать об акции партнера нашего канала. Сегодня для всех новых клиентов доступна беспроигрышная ставка до 3000 рублей. Для участия зарегистрируйся с промокодом SAVE3 и сделай ставку до 3000 рублей. Если ставка не сыграет, наш партнер вернет всю сумму на внутриигровой счет. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии, ставьте на своего фаворита и не забывайте про промокод SAVE3. Всем удачи! Владимир сказал, что кайфанул от поединка, а вы, смотря этот бой, кайфанули? Ну, начиная со второй половины второго раунда, я начал получать прям удовольствие. А как относитесь к комментариям? Вот я сейчас почитал, пишут, что это было похоже больше на спарринг, чем на бой. Ну, я не знаю, что хотят, чтобы люди по очереди в нокдаун упадали. Ну, конечно, я тоже этого хочу. Но здесь же нужно понимать. Один не может к другому подобрать ключи, а другой просто обыгрывает за счет скорости. Думает, ну что, я как дурак должен сейчас насмерть рубиться, что ли, и как бы, и возможно упасть. Здесь все понятно. Здесь, я считаю, что для той конъюнктуры, которая была, то, что бой на родине, в родных стенах, надо быть еще готовым к бою с магой, как бы ни было, да, и так далее. Все равно, я считаю, что и то, и другое неплохо выложилось. А на спарринг, ну и любой бой, в котором нет нокдаунов, можно сказать, что это бой похож на спарринг. А бой был близкий, на ваш взгляд? Потому что, на удивление мне, некоторые еще в комментариях возмущаются судейскому решению и пишут, что дали бы ничью в таком поединке. Нет, ничего не было. Ну, хорошо, хоть так говорят. Да, тоже то, что в целом хвалят. Нет, там, прям близким он не был. Он был с преимуществом. Не с таким явным, да, разгромным, но он был с преимуществом. Я считаю, что Вова выиграл в целом каждый раунд. Один раунд, может быть, можно там ничейным считать. И с пяти, не больше. В кулуарах шли разговоры, что Магомед Исмаилов может появиться сегодня в риме. У него был билет, он вчера не смог вылить. Причины толком не объясняет. Сказал, что дела появились и так далее. В общем, решил не лететь. Но все, что бог не делает, все к лучшему. Потому что я вот... Что от Маги бы сегодня ждали? Что Мага после этого боя через канаты перелетел. Правильно? То есть стардаун, да? И такой сразу стардаун. А на фоне той атмосферы, которая в ринге сегодня была, такая патриотическая, позитивная. Губернаторы здесь же, организаторы здесь же. Вова с Костей делают друг другу респект, дарят друг другу подарки. Как-то Мага смотрелся как человек из другого мира. Знаете? И вообще из другого мира. И может быть, даже себя в глазах всех этих людей дискредитировал. Я тоже не хочу, чтобы Мага в такую ситуацию попадал. А когда их встреча состоится-то в итоге? Да я думаю, на следующей неделе. Уже пора столкнуться им. Готовы анонсировать, где, когда? А нет, пока нет. Вот сейчас вот... Вова, наверное, приедет на следующей неделе в Москву. Будем снимать интервью уже полноценное. Мага будет полноценное интервью давать. Сейчас мы в стадии подписания контрактов. Сейчас из-за этого боя просто Глуховского немножко затянулось. Мы ждали результат. И сейчас мы этот результат уже знаем. И теперь будем спокойно на следующей неделе подписываться. Вчера был стадион на турнир хардкора. А смотрели главный бой? Да, да, я посмотрел его. Я каждый вечер захожу в интернет. Ну, несколько вещей посмотреть. Первое. Вот упрямое, а. Вот. Первое. Обзоры хоккейных матчей. Сейчас идет Playoff NHL. Второе. Известные паблики про смешанное единоборство. Там их читаю. Ну, чуть-чуть срез делаю. И YouTube так просто пролистываю. И вчера мне первое высочило где-то в сторис. Что-то... Сделал что-то бросок и был дисквалифицирован. Там про хейбати. Я полностью бой посмотрел. Ну, благо он идет там 3 минуты, да, в целом. Ну, вы, скорее всего, второй раунд целиком посмотрели. Не, ну, там раунд 2 минуты идет. Да. Да, 2 минуты. И второй раунд, во втором же была дисквалификация. Всего бой 3 минуты. Половина первого раунда и целиком один, правильно? Какие эмоции испытали и испытали ли? Это было достаточно нервно все. Вот как эмоция была такая. Ну, и вся эта эмоция была связана не с тем, что мы видели в бою. Потому что как такового боя, вот там, где люди подрались, мы посмотрели на их технику, его практически не было. Это была как разборка такая. Вот в плане этого был определенный нерв. То, что людям тоже нужно. Многие же смотрят определенные там каналы по телевизору, где контент весь построен на трэше. И вот с точки зрения трэша, этот трэш, он вчера реально, это ринг, да, называется? Ну, вот это, как, рейдж. Вот это было, то есть, если я пришел на разборку посмотреть, как на улице, я бы получил кайф. Если я хотел посмотреть, насколько сейчас хорош Калмыков или Перс, в плане, ну, есть же любители кулачных боев в чистом виде. Я думаю, что они ноль удовольствия получили. Потому что боя не было как такового. Но, на ваш взгляд, Перс сорвал этот турнир, потому что, вот, я обратил внимание, когда все это случилось, уже когда Анатолий Сульянов вышел в клетку, в ринг, да, все люди начали уходить уже с арены. То есть, они как бы понимали, чем это все заканчивается. Да, он сорвал турнир. Ну, не турнир, турнир-то прошел, и, по-моему, были очень неплохие бои, я как понял. Вот, потому что там же, вот, там же, ну, как Ютюб настроен, сами знаете. Зашел на этот бой, а там тебе предлагают одно, какой-то кровавый бой. Турнир-то, я уверен, был неплохой. Плюс, Нишка Рахан сказал, что хороший турнир получил, все. Но Перс сорвал этот бой, и причем сделал это, ну, абсолютно сознательно. То есть, я не понимаю причину, которая могла ему помешать продолжить бой по правилам кулачных боев. Ну, да, что-то там произошло. А при чем тут проходы в ноги-то постоянно? Ну, как он объяснил, Калмыков неоднократно наступал на его ногу, на травмированную ногу, как я понимаю. Ну, если у тебя травмированная нога, не дерись. Что наступать, что люди друг другу в боксе, в других видах спорта постоянно на ноги наступают. Я сейчас не говорю, что там в оправдании Калмыкова, что, возможно, это не нарушение правил. Ну, это не какое-то сознательное нарушение правил. Слушай, знаешь, есть такая игра, когда мы друг другу на ноги наступаем. Понимаете, да, такая? Ну, что, ты захочешь человеку на ногу наступить, то не наступишь. То есть там, видимо, произошло пару каких-то касаний, контактов. Я же говорю, весь бой не видел, я видел минуту, хайлайт. Но это не повод сознательно делать сколько? Раза три, да? Вон там. Три раза не прошло в ноги, да. Ну, слушай, тебя раз предупредит, два. Когда ты проходишь третий раз, ты понимаешь, что бой сейчас остановит, тебя здесь клещает. Потом он ударил ногой. Но это, знаете, такой трюк. Диего Брандау, когда понимал, что бой складывается не в его пользу, он выпрыгивал из клетки, там, кусал соперников. Или Тайсон, который кусил Холифилд. Потому что для Мухаммеда, и он это уверен сделает, а может быть уже сделал, это возможность сказать, я не проигрывал бой. Я его не проиграл. И очень многие его поддерживают, скажут, да, он его не проиграл, потому что боя как такового не было. Я его не проиграл. А если бы это был поединок кулачных бойцов, то я думаю, что тот уровень мастерства, который есть у Калмыкова, антропометрия, он, я думаю, без труда выиграл бы у Хайбати по этим правилам. Камил, вы как бы себя вели на месте Анатолия Сульянова? Вот вы видите, что боец неоднократно нарушает правила кулачного боя. Ну, я бы, как сказать, я пока не думал об этом. Ну, а я бы, наверное, раз предупредил, там, потом была бы, там, дисквалификация. Но я это не сам уже объявляю, а делаю это руками судей, потому что они для этого там и есть. Я могу с своей стороны сказать, ну, я там, условно, национально, да дисквалифицируйте его нахер, там, типа того, да. И, может быть, судьи, услышав, что это говорит президент организации, они будут этим руководствоваться. Ну, в принципе, судьи должны руководствоваться правилами. Я за, там, 14 лет своей деятельности как профессионального промоутера очень малое количество раз выходил в ринкель и в клетку для того, чтобы вмешаться именно в решение той или иной судейской задачи. Я знаю, что это всегда качает, и те разы, когда я это делал, это тоже качало. Там, дал второй раз подраться Тумеру Андару на турнире в Сочи, там, еще что-то там пару раз влез. Но, кстати говоря, заставил Федерацию кикбоксинга в 2014 году завершить бой между Замбидисом и Бату, дать им подраться до конца, когда в четвертом раунде Замбидисы хотели снимать с рассечением. Я просто вышел в ринг и сказал, пускай дерутся. И они дрались до конца, потому что я не хотел, чтобы потом Бату обвинили в том, что он там выиграл из-за рассечения. Я понимал, что он и так выиграет, а это было бы уже второй раз. Ну, и Толя, поэтому у него чуть-чуть другое амплуа, вы же знаете, он и на своих турнирах, он и ведущий, да, и там полностью прям погружен, и он там выходит, говорит, тормозит, обрубает. Нет. Тут самое главное, мой совет Толе и вообще любому, кто окажется, будучи президентом организации в такой ситуации, с этим нужно поосторожней. Потому что боец или его секундант может тебе в момент вот этого перевозбуждения сказать что-нибудь такое, после чего тебе ничего не остается, кроме как ему просто право и дать в челяк. И это будет нонсенс. Так же? А там же все люди тоже, да, возьмут сгоряча, тебе тоже ляпнет, что ты будешь делать? Мы в этот момент уже во вторую очередь президент организации, а в первую очередь мы пацаны, правильно? Поэтому с этим нужно очень осторожно. Очень осторожно. И да, в здравом уме, наверное, ни один боец сегодня не будет оскорблять президента организации, в которой он работает, которая дает ему хлеб. Это неправильно. Но сгоряча это может произойти. И что делать? Ну, точнее, известно, что делать. Ничего хорошего. Поэтому, если Толя это интервью посмотрит, с этим нужно поаккуратнее. Благо, сейчас все обходится. Вот в последнее время вообще на хардкор обрушился шквал критики, да, за то, что происходит у них в промоушене, да, вот эти вот все ситуации с массовыми драками и так далее. Вот вы один из немногих людей, которые встали на защиту промоушена, на защиту Анатолия Сульянова в том числе. А можете объяснить, чем вызвано вот... Я Толю защищаю не от зрителей, которые всегда правы. Зритель прав всегда. Я Толю защищаю от бойцов. Потому что я знаю, что очень многие пацаны-бойцы, они в силу не того, что они подлецы. Тоже люди любят сразу штамп поставить. Подлец там. Нет, просто еще человеку лет мало, у него жизненного опыта нет. Рядом не те подскачки. Они ведут себя неправильно. И поэтому я здесь защищаю промоушен, в отношении которого бойцы допускают неправильные вещи. Что касается зрителей, нет смысла защищать. Если зритель так считает, значит это правда. В целом по хардкору могу сказать следующее. Почему сейчас так много в последнее время ситуаций? Давайте допустим, что организации сознательно не работают над этим. Да? Что это происходит случайно. Окей. Почему это происходит? Хардкор долгие годы усердно работал над тем, чтобы скандалов на турнирах и вокруг них было как можно больше. Потому что скандалы, кипиши были главным движком. Правильно? Промоушены. Ну, давайте прямо скажем, хардкор, да и многие другие промоушены в России, которых уже даже и нет. Они быстро выросли и были построены на конфликтах между людьми. Причем зачастую не таких глубинных, как у Маги, например, с Вовой, да, такие высоконравственные, глубокие конфликты. А чисто вот это. Я тебе сказал, ты мне сказал, с дивана спрыгнули, кто-то кому-то там не жданул. Да, не выпутишься. Всего доброго. Кто-то кому-то не жданул, да, там, и получилось, да. И люди это смотрят. И в тот момент хардкор сидел и думал. Просмотры идут, значит, все правильно делаем. Давай всех, короче, ссорить. Что уж, так и было, я уверен. А сейчас, вот так по щелчку пальцев, в моменте преобразиться не получится. Потому что герои-то все те же, как говорится, на манеже. И ты этим людям, которым вчера еще, по сути, негласно давали добро на то, чтобы качать, да, грязнить. Мы сейчас, не мы, а берем там хардкор, им вдруг говорят, это нельзя, это тоже нельзя, это тоже нельзя. А они сядут и сказали, какой нельзя, мы уже по-другому не можем. Мы уже вот такие. И поэтому процесс эволюции хардкора, он займет несколько лет. А процесс революции, он невозможен. То есть вот так вот взять и сказать, у нас так больше не будет, тогда хардкор должен всех бойцов уволить. Чего хардкор, конечно, не сделает. Потому что такие высокорейтинговые бойцы сразу достанутся другим, словом, конкурирующим промоушникам. Хардкор этого не сделает. А перенастроить в одночасье людей, которые все время таким образом качали, невозможно. Понимаете? Пришел Али Хайбати с четким пониманием того, что его брат заслужил свою популярность не только потому, что прикольно дрался, что он делать довольно быстро, по сути, перестал. А просто потому, что с прикольным акцентом качал вещи на грани, да? Приходит Али и думает, по сути, как Али бойцом стал? Он понимает, что у меня тоже все в порядке, башка работает, метла подвешена, такой же акцент, да? Врываюсь, физически развитый. И все, он залетел. Ему теперь кто-то будет говорить, я сейчас не говорю про поджопник, рингелс, да? Это там вообще уже крайне... Ну, ему сейчас что, кто-то будет говорить, Али, сиди, молчи? Да не будет он молчать. Вот и все. Поэтому сейчас хардкор на данный момент пожинает плоды, некую инерцию того, над чем долгие годы работают. Вот как раз-таки в связи с этим вопрос. Нет ли ощущения, что сейчас хардкор, если, например, потасовки прекратятся, он будет просто неинтересен зрителям, потому что вот Анатолий Сульянов, да, в том числе и вчера напомнил про последнюю стычку, кстати, массовую драку, да, на турнире хардкор ММА, и сказал, что мы будем жестоко дисквалифицировать бойцов, которые будут устраивать массовые потасовки и драки. А вот нет ли ощущения, что если этого всего не будет, то и хардкор не будут смотреть? Ну, знаешь, если... Нет, смотреть все равно будут, потому что здесь есть еще такая инерция. То есть все равно есть канал, который набирает миллионы просмотров, да, около, вокруг миллиона что-то, да, там. Ты берешь, увольняешь сейчас всех бойцов. Все равно смотреть будут меньше, но будут, да. Но для того же, повторюсь, чтобы в жесткой форме все это искорядить, надо всех увольнять. Конечно, хардкор-то вот там, ну, не может себе позволить. Популярность? Ну, я думаю, что хардкор в том прекрасном положении, когда есть все равно уже имя. Плюс сам Толя Сульянов, он все равно уже сам тоже персонаж в индустрии, и он сам уже тоже может генерировать просмотры. Понимаете, о чем я говорю, да? То есть ему... Это знаете, как Майербек Хасиев и Сей. Вы согласитесь со мной, что в свое время Майербек Хасиев отдельно как персона был интереснее, чем именно такому зрителю, знаете, который любит там что-нибудь такое прикольненькое, громкое. Был интереснее, чем промоушен в целом. Я вот как себя на мысли поймал. Вот что-то идут, идут турниры, потом раз Майербек появляется, что-нибудь раз там сказал, там, хоп, сразу просмотр. Или там пресс-конференция Майербека. Раз, интересно. Вот я даже там нарезки посмотрю, а турниры не смотрю. И это в моменте было. Сейчас Майербек немножко передал инициативу чуть на второй план отошел. Как я понимаю, там раз в три месяца там все равно какую-то информацию выдает от себя. А промоушен... Мне в целом нравится то, что делает ИСИ. Просто пока лишь проблема в том, что там, кстати, оборотная история. Там, наоборот, долгие годы говорили бойцам, так не надо. А теперь, когда бойцам говорят, надо разгонять, они говорят, стоять. Нас набрали таких, которые особо не качают. Потому что мы здорово деремся. А там, наоборот, дерутся похуже, но типа здорово качают. И ты уже не переделаешь, все, вариантов нет. А вот у вас, как у промоутера... Совместный турнир надо провести. У вас, как у промоутера, были моменты какие-то, когда вам тоже хотелось вмешаться в судьбу спортсмена путем его дисквалификации? Там, вот, хотя бы желание такое появлялось, что... Мы даже пару раз это делали. Ну, не на какие-то там сроки. Я объясню. Ну, в большинстве случаев. Мы имеем дело. С 23-25-летними людьми. Я считаю, справедливо будет сначала посмотреть на себя в этом возрасте. Вспоминаю себя. Я как раз вот 25 лет прям вот спортом активно очень занимался. По-своему тоже чудил. Ну, что сейчас 25-летнего человека, 23-летнего человека за какой-то проступок, где редко бывает в чистом виде виноват он, все равно это набор обстоятельств. Ну, что его пожизненно дисквалифицируют, что ли? Ну, как бы тоже неправильно отдавать людям шанс. Не знаю, можно его там выговор ему сделать, потом на три месяца отстранить, если уже не исправляется, неисправим. Бывает, несет вот все время какой-то негатив. Тогда уже надо с ним просто расставаться. У нас так и было. То есть мы раз там отстраним, еще что-то оштрафуем, потом вроде как чуть ситуация успокаивается. Человек тоже понимает, что мы тоже не стали с плеча рубить. Сейчас взяли человека, к примеру, дисквалифицировали, что он только обозлился. Чего хорошего. Последний день от меня. Мы недавно с Магомедом Исмаилом записывали интервью, и тогда он сказал, что... Точнее, он начал, оказывается, читать комментарии под своими видео и заметил, что что у него, что у Владимира Минеева одни и те же хейтеры. Вот вы согласны с этим вот движением? А хейтеры вообще одни и те же. Хейтеры — это порода. Это порода людей. Это вот и сидит человек. Давайте вообще начнем с того, что неправильно думать, что количество людей, которые за или против, прямо сопоставимо с количеством злых или добрых комментариев. Объясню, почему и вообще, что я имею в виду. Дело в том, что человек, которому по кайфу, которому нравится, он в основном комментарии писать не будет. Ему просто по кайфу раз. И ему еще и лайк он поставил. В принципе, это как будто бы позитивный комментарий. А такой хейтер профессиональный, вот он пишет. Вот он пишет. Причем пишет зачастую просто сначала понимая, что он к этой ситуации вообще в принципе относится плохо, а потом уже начинает подбирать слова. Это было, есть и будет. Это в целом парадигма интернета. И вообще комментариев как таковых. Писать плохо. Есть какой-нибудь юзер, name 57, слэш, как они там называются, который хейтит магу, хейтит вову. Просто тут разного рода. За слова не отвечает, по сути. Потому что этим людям кто-то начинает писать. «Ты где?» Все они куда-то пропадают и так далее. Вот так. Просто тут разного рода хейт, как по мне. Понятно, за что сейчас хейтят. Нет, за разные хейтят. Их за разные? Нет. Это факт. Я же говорю, он сначала определяется, что ему в целом все не нравится, а потом начинает подбирать слова. За что хейтят магу? Его хейтят за то, что проиграл Вове. И типа много на себя брал. За ситуацию, когда он лезет в вопросы политические. Потому что он там просто выдать какую-то от себя позицию и дальше ее не развивать, у него не получается. Он начинает дальше зарываться. Я же вижу, кому-то отвечать, пошло-поехало, следующий пост и так далее. А это всегда путь в никуда. Его хейтят за это. Ну и пошло-поехало. Вову хейтят за то, что его мало и людям с ним скучно. Другие его хейтят за СВО. Третьи говорят, что «Да при чем тут СВО, ты к этому вообще никакого отношения не имеешь?» Ну и т.д. и т.п. Все. Меня хейтят и за магу, и за Вову. За то, что я постоянно про них говорю. Вот и все. Ну и вообще много за что. Последний вопрос от меня хотел задать еще. По поводу дисквалификации и штрафов говорили. На недавнем турнире UFC 300 Арман Царукьян выступал. И он там ударил, попытался, по крайней мере, ударить фаната, который показал ему средний палец. И сейчас появились новости, что Арману не выдают гонорар из-за этого. Да, ему не выдали до сих пор гонорар из-за этой ситуации. То есть, атлетическая комиссия Невада пока разбирается в этой ситуации. Вот как вы считаете вообще, насколько абсурдная эта ситуация в целом? Да, она чуть абсурдная, это надо быстренько вытрясать. Потому что там, да, она неплохо сказала, ты идешь накачанный весь, идешь весь разъяренный. И тебе раз там факт показали, а ты же вот такой вот весь, да, там, а-а-а. Я представляю, с какими эмоциями люди по коридору идут, да. Мы же все проникаемся этим. И он там в сердцах, там, раз, там, залетел, чтобы его там вылупить, да, там, на ходу. И тут там ничего не было. Так. Ну, я думаю, сейчас, пока гонорар не выдают, придержат, это тоже для Армана некий хайп. Он вообще сейчас такой, один из реально по части хайпа лидеров. Ну, потому что это новое молодое поколение бойцов, которые еще при этом здорово дерутся. Арман очень далеко пойдет. Вы как отреагировали на новость о том, что, вот, связанную с Сасланом Азбаровым, появилась новость о том, что... Ну, я же два месяца назад, правда, слышал, что у него проблемы с допинг-тестом. И что скажу. Плохо, что это для многих болельщиков забирает у Саслана как бы главную победу в его жизни. Ну, на самом деле, я считаю, что бой с Кудряшовым таковым является, но... Бой с Папиным как-то был более прям раскручен. Мне так показалось. Хотя и из боя с Папиным можно было тоже в плане промо больше сделать, но как бы не было. Как будто бы... У него главную победу таким образом забирают. И, наверное, еще что важно, лишают его возможности вот сейчас, когда у Саслана, казалось бы, наступило золотое время, зарабатывать кругленькую сумму. То есть теперь уже, наверное, его бой с Гончаровым неизбежен. Теперь ждал по МВВ драться. Он, кстати, по кикбоксингу тоже драться умеет, нам подумать насчет. Ну, а допинг... Когда в нашей стране вдруг кого-то ловят на допинге, мне это кажется вообще каким-то абсурдом, ну, нелепицей. Потому что я вообще считаю, что у нас в стране нет смысла проводить допинг-тесты, потому что если их проводить, то 90% бойцов по всем видам спорта, они точно на допинг-тесты попадутся. Ну, просто потому что у нас давно уже нет там культуры чистоты, фарм-чистоты. Ну, давно уже нет. Все давно уже все шпигуются. Все. Ну, там под эгидой Федерации бокса же бой был. И вот я общался с Алексеем Папиным еще вот за, получается, даже, наверное, за месяц, за два до их боя. И он говорил, что у них будет бой с допинг-контролем. Да-да, я же говорил, ну, как для меня это нелепо. Ну, а Леха что? Леха сейчас выиграл бой. В головах у людей так навсегда и останется, что в тот день Азбаров перебоксировал Папиным. А вот шесть лет вам вообще не кажется? Это, ну, слишком большой суммы, дисквалификация на шесть лет. Она, вот, это же, ну, даже звучит страшно. Надо посмотреть, что он там жрал вообще. Ну, все, чисто ММА. Даешь бой Азбаров-Гончаров, даешь бой по кикбоксингу Азбаров-Минеев. Как вам? Азбаров-Папин, кстати, как вам? Алексей говорил, что... Давай по кикбоксингу. По кикбоксингу он сказал, что если будет хорошее предложение, он задумается над тем, чтобы вернуться. Почему тяжело будет Азбарову подраться с Папиным именно по кику? Потому что с Асланом дрался по кику или по таю, но он все-таки базовый боксер. А Леха очень хороший кикбоксинг. Я могу сказать, что Леха один из лучших кикбоксеров России за всю историю. Но хорошей мыслью я пошел звонить. Папиным. Продолжение следует...